То есть автомобиль полностью укомплектован. Вот этот гидравлический аварийно-спасательный инструмент, он нам, ну, хороший подспорь будет, например, при ДТП там. Так, все, относится к гидравлическому аварийно-спасательному инструменту. Даже паяльная лампа есть. О новых технических характеристиках представители районных пожарных служб говорят с нескрываемым удовольствием. И это понятно. Пожарные автомобили нового класса поступают на службу нечасто. И если раньше в автопарке были шестикубовые, то теперь это новые, восьмикубовые, полностью укомплектованные комплексы. Для нас это день праздничный, потому что обновление автопарка, явление у нас нечастое. В последний раз мы более 10 лет назад получали новый автомобиль. Ключи от новых автомобилей из рук главы республики получили пожарные подразделения Селенгинского, Трабогатайского и Тункинского районов. А Кяхтинскому достался полностью автоматизированный комплекс с 30-метровой автолестницей. Отметим, что подобный автокомплекс в районах республики второй. До этого был лишь у Закаменского района. 22-й Кяхтинский отряд состоит из трех пожарных частей. Одна пожарная часть пожарно-спасательная, которая находится в городе Кяхта. И именно в эту пожарную часть поступит этот новый автомобиль, которому, я надеюсь, весь коллектив и личный состав будет очень рад. Эту машину мы очень долго ждали. И наконец-то как бы республика повернулась нам лицом, закупили нам хороший автомобиль, который, я думаю, обеспечит полностью всю нашу необходимую работу. Впрочем, новые автомобили – это еще не все. Алексей Циденов отметил, что уже в следующем году сотрудникам противопожарной службы существенно повысят заработную плату. Со следующего года существенно увеличиваем заработные платы. Более 114 миллионов рублей выделяется на увеличение фонда заработной платы. В среднем это рост зарплаты 27% будет у Госпожарной службы Республики Бурятия в следующем году. Потому что многие годы не индексировалось, и понятно, что нужно людей поддерживать. Отметим, что в следующем году правительство Республики планирует закупить еще пять новых пожарных автомобилей. Роман Попов, Даниил Дурхисанов. Новости дня.